Всем привет! Короче, вот буквально недавно мы приехали, ездили в Березняки. Помните в том ролике, где мы набирали опил, мы ездили в Березняки, но у нас ничего не получилось, потому что контора была закрыта, в которой мы ездили. И вот каникулы закончились, и сегодня мы снова сгоняли, и сейчас привезли то, что нам нужно. Сейчас мы будем это всё разгружать. Не переключайтесь, следите. Всё подробно потом увидите, услышите и смотрите внимательно. Всё, будем разгружаться. Так, первая, это лопата, которая всегда с нами, без неё никак. Второе. А второе надо открывать. Вот эта кровать. Вот такой вот утеплитель. Сейчас самое главное. Одна большая коробка. И там ещё одна большая коробка. Так, ребят, мы её помесём. Чё, я её в двух? Пока нет. Сейчас. Чё, чё? Чё. Чё? 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 Чё, чё? Чё? вот такие вот две большие коробки к нам приехали огромный объемный груз сейчас мы это все дело распечатаем занесем домой и там уже сделан обзорчик и посмотрим что там такого интересного нам привезли и так вот зашли мы домой занесли груз который к нам пришел сейчас мы его достали из упаковки из упаковок правильно сказать и нужно его короче перевести в рабочее состояние сейчас мы сделаем вам обзорчик покажем все по порядку ну и что нам пришло смотрим в общем вот такой вот пришло нам пчеловодческое оборудование это у нас медагонка с электроприводом оборотная а это у нас стол для распечатки рамок сейчас она все находится в упаковке еще вот это все на вот убрать поставить его на ноги там ножки есть тут тоже ножки есть поставить привод привод находится вот здесь электрический это все мы сейчас вам устанавливать сейчас улице пока зашли она все такое все это из нержавейки понятное дело вот атаками догонки мы мечтали давно четырехрамочная оборотная вот так вот она выглядит ну короче сейчас все по порядку сейчас вот здесь вот кран зафиксирован том здесь вот ножки похоже тоже ну и там в общем много чего ладно все давайте по порядку откуда у нас это все появилось мы сейчас все подробненько вам расскажем главное следите внимательно подарок еще нам положили журнал пасечник апрель и юнь интересный такой журнальчик потом почитаем что здесь интересного и и и и и и и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давай, закручивай. Что, давай? Вторую ножку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, вот какой у нас получается стол для распечатки сот. Так, сейчас будем дальше собирать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давай вот эту положим. А, надо вот эту. Давай, держи. Я держу, а ты закручивай. Вот, не попало, неправильно. Криво пошла гаечка. Не-не-не, криво гаечка пошла. Аккуратненько, вот еще. Типа, вот держи за эту ручку. Вот за эту ручку держи, вот где я. Вот, и ставим. Пальцы береги. Вот, видишь, как здорово. Теперь вот, давай, эту решетку ставь. Там зацепили. И здесь зацепили. Все? Вот такая вот штука у нас получается. Стол для распечатки мы собрали. Вот домик. Кто что видит. Сейчас самое интересное, будем собирать медогонку. Вот эту пленку мы, наверное, не будем убирать. Пусть она будет как защита, чтобы не поцарапать. Сейчас сначала поставим ножки. На ножки ее поставим. Потом установим электропривод. Вот сюда. И попробуем мы ее запустить. Как она будет работать. Проверим ее. Итак, собрали мы оборудование. Медогонка. С электроприводом. Вот так вот она выглядит. Это фирма Лысонь. Насколько я понял, что это польское производство. Здесь у нас регулятор оборотов стоит. Выключатель. Электродвигатель. Такие вот из оргстекла крышечки сделаны. С этой стороны. Блок управления. Провод. Медогонка из нержавейки. Стоит на трех ногах. Здесь вот сейчас она покрыта вот этой защитной пленкой. такой синей. Но мы ее не будем убирать. Пусть она будет. Чтоб какая-то защита была. Итак, открываем. Видим мы внутри вот такую вот конструкцию. Приятно, когда новая, да? Все решетки сделаны внутренние из алюминия. Ну, как, наверное, назвать? Пищевой алюминий или как правильно его называют? В общем, все. Сейчас мы попробуем ее протестировать. Заведем. Можно сказать, здесь у нас, если, допустим, в случае, если электропривод не нужен или, допустим, где-то в полевых условиях работать с медогонкой, то можно здесь установить ручной привод через редуктор. То есть, вот этот мотор снимается, это все снимается. Буквально тут за 5 минут устанавливается ручной привод. Но ручной привод, он идет отдельно, в комплекте его нет. Поэтому у нас его нет. Мы его не приобрели отдельно. В принципе, у нас полевых условий нет. В основном мы мед откачиваем дома. Сейчас попробуем запустить. Кстати, рамки оборотные. То есть, не нужно доставать снова... Допустим, откачал, потом не нужно доставать рамки, переворачивать, снова вставлять. То есть, откачал с одной стороны, рамки повернул. И с другой стороны так же. Итак, вот рамки у нас вот так устанавливаются. То есть, здесь рамки размером додановские рамки. Можно гнездовые откачивать. А также можно откачивать магазинные рамки 145. То есть, даже по две вот так вставляешь. То есть, вот так вот и все устанавливается. Закрывается. Включается питание. Вот здесь вот кнопочка питания. Все, горит красный гонек. И регулятором увеличиваем. Подаем ток, короче. И все, медальгонка. Плавненько так начинаем. С небольших оборотов. И потом постепенно начинаем увеличивать обороты. Постепенно увеличим, увеличиваем. Ну, сейчас пока рамок нет, так она легко крутится. То есть, вот таким образом. Ну, в принципе, шум не такой большой от электродвигателя. Легкая вибрация, потому что рамок нет. С рамками, конечно, вибрация может быть даже чуть больше. Потому что рамки бывают где-то больше меда в одной. Какой-то поменьше меда. Все, отключаем на ноль. Сейчас она остановится. Можно вот так открыть даже. Здесь ветер даже дует, да? Слышишь, какой ветер? Не закрывай. Звук, это звук от электродвигателя идет. В общем, все, вот так вот остановилось. Затем рамки просто переворачиваем. Ставим вот так. Ставим наоборот. Вот так вот. Ставим рамочки обратно так же. Перевернули быстренько, не доставая рамки. Снова закрываем и включаем медагонку. Так же плавненько начинаем работать. Постепенно, постепенно увеличивая обороты. И пошло-поехало. В общем, вот такая вот медагонка лысонь. И теперь стол для распечатки сот. Вот такой вот стол для распечатки сот. Таким образом здесь все работает. В общем, вот такой вот стол. Тоже изготовлен из нержавейки. Дата производства 2021 год. В общем, прошлый год он был изготовлен. Характеристики у него такие. Укрепленный, кстати. Жесткий такой. Ненормальный вообще. Дно у нас конусообразное идет. И здесь имеется отверстие для слива меда. Ну, крана здесь нет. Вот здесь вот ставится какое-нибудь ведро. В общем, тара. И мед уже будет сливаться сюда. Затем сверху у нас идет решетка. Ставим решетку. Решетка устанавливается сюда. И на решетку мы устанавливаем другую решетку. Вот таким вот образом она укрепляется. С одной стороны и с другой стороны. И вот так вот она крепко держится. Сюда ставятся рамки. С этой стороны, с той стороны. То есть, может работать даже вдвоем. То есть, допустим, распечатали рамочки. Установили их в медогонку. Включили медогонку. И пока медогонка откачивает мед. Уже два человека продолжают здесь распечатать следующую партию рамок. Вот таким образом. Сюда будет падать забрус. И через эти отверстия мед будет стекать уже на дно. И чистый мед уже будет стекать в тару. Вот таким образом работает стол для распечаток. Это такой самый минимальный стол. Ну, как бы, не автоматизированный. Ну, в принципе, нам не нужен автоматизированный. Для нашей небольшой пасеки это вообще самый раз. В принципе, даже если улей в 50-60 медь, этого вполне достаточно будет. То есть, объем бака довольно большой. Также медогонка четырехрамочная. В общем, производство как бы уже увеличивается по скорости раза в два, наверное. Здесь находится вот такой вот сливной кран. Барашек откручиваем и поднимаем. Так вот, все. Здесь резинки уплотнительные. Очень удобно. Все, снова затягиваем. Кран надо будет затянуть. Он еще не до конца затянут с той стороны. Ну вот, хотели рассказать вам, откуда у нас такое оборудование купили. На что мы такое оборудование купили. Потому что оборудование это не дешевое. Денег достаточно много нужно, чтобы приобрести его. Вот, с чего начну. В декабре уже прошлого года отдел социальной защиты местной нам позвонили и предложили поучаствовать в программе социальный контракт. Там предоставлялась определенная сумма в размере 100 тысяч. Это деньги дается на ЛПХ, на развитие личного подсобного хозяйства всем малоимущим семьям. Ну вот и нам как бы предложили. Потому что мы имеем статус малоимущих, многодетных, поэтому они нам предложили. Вот, и мы решили поучаствовать в этой программе. Собрали определенные документы, сдали. И нам выделили вот эту вот сумму. В общем, документы, что там входит? Там входит самое основное это справки, все нужно собрать. Ну да, там уже список документов всех, и доходы это все дадут. Затем бизнес-проект или по-другому бизнес-план составляется. Доходы, бизнес-план нужно составить. И все это сдать. И, в общем, через какое-то время комиссия рассматривает, можно ли заключить договор с этой семьей, исходя из наличия справок, в общем, всех данных. И уже решают, может ли нет такой семье, ну или кому-то, допустим, кто собирает эти документы, кто хочет поучаствовать. Можно ли предоставлять вот эту сумму и участвовать в этом соцконтракте. Ну вот, для нас они дали добро и выделили 100 тысяч на развитие ЛПХ. Мы составили бизнес-проект, бизнес-план, и в конце концов, все там расписали. И все, нам выделили деньги. И потом нужно, по мере того, как мы приобрели, вот допустим, ну там, в общем, на много чего. Кто-то птицеводством занимается, кто-то разведением крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиноводства. Ну вот, в нашем случае мы развиваем пчеловодство в нашей семье. Ну, потому что пчеловодство, оно как-то у нас более-менее лучше пошло. Мы занимались и птицеводством. Птицеводством, конечно, мы много разводили птиц различных. И кур, и индюков, и гусей, и цесарок, и в общем, много-много всего. Но, в конце концов, птицеводство загнало нас в минус. Ну, в общем, с реализацией очень сложно у нас здесь было. Поэтому мы отказались от птицеводства, так немножечко уже на минимум перешли. Как бы не совсем отказались, но на минимум перешли. Ну, для себя и немножечко на продажу, так, лишнее. Но решили заняться пчеловодством, вот сколько, 5 лет назад. Чтобы заниматься пчеловодством, нужно оборудование. У нас есть, конечно, минимальное оборудование, но мы решили обновить, потому что, чтобы как-то облегчить работу, чтобы расширить пасеку. И вот в данном случае мы использовали эти финансы на пчеловодное оборудование. Вот стол до распечатки сот, медогонка. Потом мы приобрели вощину. Вощина тоже дорогая. И пчел. Пчелы. Ну, остатки суммы там пчел уже. Ну, пчел, конечно, мы будем приобретать уже весной, потому что зимой никто пчел не приобретает. Вот. И полностью за эти финансы нужно будет отчитаться. Ну, по мере приобретения это все мы уже отчитываемся за все потихонечку. Полностью отчитываемся за финансы. Потом комиссия приходит, все смотрит, действительно ли эти целевые деньги мы потратили именно на то, о чем мы писали в бизнес-проекте. И все. И потом мы уже окончательно, как бы сказать, отчитываемся за финансы. То есть, собираем чеки, собираем все накладные. В общем, все. Это договор купли-продажи, если мы берем у частных лиц. И когда у нас будет доход с меда, с продажи меда, мы уже пойдем отчитываться. Вот. Еще одно условие, которое нужно было здесь, в этом контракте, это встать на учет как самозанятые в налоговой. Да? Правильно. Вот это. Я встала как самозанятая, и потом вот эти вот доходы, которые у меня будут с продажи меда, мы уже будем туда вносить и как бы отчитываться в соцзащиту. Да? Вот эти вот доходы там потом уже пойдут. Ну, то есть, мы платим еще налог как самозанятый. Там небольшой налог, где-то 4-6% идет. Зарегистрироваться самозанятым очень просто. Просто открываешь программу в компьютере или даже в приложении в смартфоне, в телефоне, и как бы подаешь данные о том, что ты хочешь зарегистрироваться как самозанятый. Ну, там номер документов, паспорта. И все. И налоговая служба тебя ставит на учет как самозанятого. И все. И потом после того, как мы получаем прибыль какую-то, то есть, самозанятый платит налоги в том случае, если он получает прибыль. То есть, налог не постоянный какой-то, если нет прибыли, а именно, когда она есть. Когда ее нет, то налоги не платятся. В этом случае очень удобно. Ну и, в общем, уже посмотрим, как оно пойдет с продажи мёда, с продажи продуктов пчеловодства, и с этого платятся налоги. Этот контракт, кстати, на один год заключается. То есть, ровно через год уже всё. И надо будет отчитаться за три последних месяца о доходах, и уже можно по новой дальше другие контракты заключать. А так, всё. Если какие-то другие будут программы, проекты в социальной службе населения для малоимущих слоев населения, то, ну, как бы можно тоже поучаствовать. Поэтому, если вот кто из вас, зрителей, смотрит этот ролик, если вы имеете статус малоимущих, то вы можете смело прийти в местный отдел социальной защиты населения, ну, и задать вопрос по тому, имеются ли у них программы, соцконтракт, ну, в общем, там ещё всякие программы бывают. Потому что с каждым годом всё, что-то меняется, какие-то условия, может быть, меняются. Поэтому, если есть такие люди, то воспользуйтесь. Это очень просто, ничего сложного в этом нету. И как бы такое подспорье для семьи, для тех, кто занимается личным подсобным хозяйством. Именно, если у вас есть земля, если у вас есть, в общем, свой дом, если вы развиваете животноводство, птицеводство, пчеловодство, ну, хоть что-то именно в таком плане. Так что, может быть, кому-то этот ролик будет полезен. Так что, вот откуда у нас это оборудование взялось. Потому что для нас это оборудование дорогостоящее. Мы, как бы сами не потянули бы его. Слава Богу. И спасибо вообще за такие проекты, программы, которые помогают таким слоям населения, как мы, чтобы развивать личное подсобное хозяйство. Ну, вот, в принципе, и всё. Всем спасибо за внимание. И это тестирование, конечно, уже будет оборудование уже летом. Сейчас уже, в принципе, мы поставим это всё на хранение до лета. И если лето будет хорошее, медовое, медоносное, то будет мёд, и мёд уже будет откачиваться конец июля, начало августа. Только тогда будем это всё тестировать. Ну, а сейчас всё это будет у нас идти на хранение. Всё, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!